Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзина и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лиза, давай быстрее, нехорошо заставлять человека ждать. Я не пойду. Дядя Егорович сегодня Джулия Барса будет учить плавать. Я обещала ему помочь. Почему ты мне об этом ничего не сказала? Не знаю, забеглась, забыл совсем. Сама понимаешь, как это бывает. Ты что, не хочешь в кукольный театр? Я же сказала, я заниматься надо. Тебя текущий снафиг дождался. Занята. Тебе не кажется, что у нас дома появилась лиса? Не знаю, не видел, но если бы у нас дома появилась лиса, в шутбарс по ее учуим. Ну, спасибо тебе, взрослая женщина. Тебе не знаю, что у нас дома появилась лиса. Занята. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ой, дядя Вань, какой он сегодня красивый. Вам очень идет. Спасибо. Я себя как-то немного по-дурацки ощущаю. Мне нравится. КОНЕЦ А ты тоже с нами пойдешь? Ты готова? Нет. Джульбар с Лизой приглядывать будет. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Джульбарс, апорт. Ну, давай, давай, неси. Молодец. Апорт. Ну, иди, иди. Иди, не таби. Я кому сказал апорт? Джульбарс, апорт. Ну, давай, родной, апорт. Ну, подумаешь, Маград, ты все-таки полезешь у меня. Дядя Егорович, пожалуйста, не надо. Джульбарс. Джульбарс, апорт. Апорт. Первый раз вижу собаку, которая так боится воды. Он у меня просто сухопутный. Это точно, сухопутный. Ну, зато на площадке самая лучшая. Ну, ничего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ступеньки, отец. Хе-хе-хе-хе. Не услыхала я и с одним слов. Хе-хе-хе. По звуку голос я узнала твой. Хе-хе-хе. Ведь ты, Ромео, хе-хе, ты Монтеки, да? А, не тот ли это. Че-хе-хе. Ведь он во имя противный. Хе-хе-хе. Ух ты. Хе-хе-хе. Откуда? Как ты вошел сюда? Хе-хе. И для чего? Любовь меня на крыльях пронесла, ведь для любви и камень не преграда. На все любовь посмеет присягнуть, и не помеха мне твои родные. А увидев лишь, они тебя убьют. А, знаешь, увы, глаза твои опаснее мне, чем двадцать шпаг. Лишь лазер. Поделся молять. И против злобы их я защищу от поцелучек. Нет, все. Лишь бы тебя они не увидали. Бариход я, как написал же я. Не бариход я, но была бы ты за дальним берегу, за дальним морем решился бы за таким товаром плыть. Написал? Написал. Да ты прочти. Благородство. Я так посчитал нужным. Шинолы. Там будет то же самое. А Паша геолог. Он на последнем курсе учился, когда я поступила на медицинский. Так мы познакомились. Потом я решила, что это не он. Забеременела. Не сказала. Уехала в другой город. Я его когда здесь увидела, я ничего не почувствовала. Не жалей ни о чем. Ты? У меня жена умерла от холеры в 26-м. И дочка. Не срегнусь я с творцами вод, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод Со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения остров Твердят в стихах между собою споря О звездах неба, о венках цветов, О драгоценностях земли и моря. В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что милая прекрасна, Как все, кто смертной матерью рожден, А не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь свою. Я никому ее не продаю. А где это было? Под Холхенголом. А сколько их было? Сто. Я один выжил. Сейчас леса проснется. Тогда иди. Лучше. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваня, немцы кольцо замыкают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит Москва от Советского информбюро. В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. На одном из участков северо-западного направления фронта нашими летчиками сбито 4 самолета противника. Уничтожено 5 немецких танков, обоз из 15 повозок с продовольствием и склад с боеприпасами. Подразделение наших самолетов под командованием капитана Ермаченко раскранило фашистский аэродром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что у меня было, отправил для обеспечения порядка в тылу. В каком тылу? В тылу фронта. У нас теперь не округ, а фронт. И в его тылу шпионы и диверсанты. Да. Нет у меня больше людей. Сядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Майор, голову мне не морочь. По этим вопросам к подполковнику Смолину. Как обстановка? Хреновая обстановка. Немцы Киев взяли. Отступаем пока по всем фронтам. Скоро кольцо сомкнут. Но есть еще тропинки, так что... Вот. Тебе предписание срочно эвакуировать школу. Ну, а мне транспорта не хватит. Там все есть в бумаге. Так точно. Это личное. На передовую хочешь? Медалек мало. Слушай, Вань. Давай так. Я буду говорить, где ты нужнее. Когда нужнее. Вот, эвакуируйшь школу. Мы вернемся к твоему вопросу. Я тебя услышал. И на том спасибо. Слободен. Так точно. Да. И приведи себя в порядок. Ну, побрейся. Ходишь, как собака. Да. Вы присмотритесь. Не у библиотеки, так у аптеки. Так что? Иван Матвеевич, простите. Извините. Боря, привет. Слушай, ты от полковника? Да, вот приказ. Школу эвакуировать. А, ты небось на фронт просился, да? Даже слушать не стал. Ха, это еще ничего. Мне он обещал взыскание, если я еще раз на эту тему рот открою. Да хватит нам с тобой фашистов-то, Боря. Да я тоже так думаю. Слушай, пойдем чайку в буфет попьем, а? Не, не, не. Транспорт искать. Ну, погоди, погоди. Ты мне скажи, у тебя какие отношения с Мальковым? Ну, трения были какие-нибудь? Ну, я увидел всего полтора раза, откуда-то на тренинде взяться. Ваня! Все хорошо. Ну, ладно. Пока. Давай. Стучаться надо. Дверь для чего? Мне нужны две полуторки для эвакуации школы с руководства. Нет тут транспорта, капитан. Не напасешься на вас машин. Вот предписание. Да у меня этих предписаний. Машины, естественно, с водителями. Ну, сколько раз говорить. Нет машин, капитан. И запас бензина желательно. А может быть, вам сгущеночки подогнать? Я все равно все не выгезу. Просроченная, небось. Ну, вас же не обманешь. Да уж, кого, кого, а меня. Сколько ящик? Ну, ты же две машины просишь. Хороший. Ну, он. Две полуторки и два полных бака бензина. Маша, быстро, две полуторки. Товарищу определили. Быстро! А, это на заводе надо. Берешь, аккуратненько, листочек. Аккуратненько на него все раскладываешь. Все ровненько положи. И куда-нибудь подкрай. На один-два дня. Пускай там полежишь, посохнет. Это важно. Вот это нужно. Немцы прорвались. Получен приказ об эвакуации школы в тыл. На сборы три часа. Зеленцов? Я. Пообеспечить едой и водой на двое суток. Не получится. Машины давно не было. На двое суток? Есть. Разойдись. Пошли, пожалуйста. За плен. А где убрать? Поедете пока с нами. Дальше посадим вас на поезд. Я отправил на машине, уже поглубже в тыл. Ну все, идите, собирайтесь. Яш! Яш! Помоги Кире Андреевне по санчасти. Хорошо. Хорошо. Чего спокойный такой? Яш, обращай на него внимание. Нет, ну а что он стоит смелый такой? Глаша! Я в тайге тигра голыми руками зарезал. А людей вообще не боюсь. Прям зарезал? Да. Голыми руками? Да. Я боюсь только одного человека. Шевцова? Меня? Так, ребят, давайте заканчивайте. Пойдем, Павелыч. Что там у нас с оружием и с боеприпасами? У нас два пулемета, ящик гранат и пять ящиков патронов. Выдай бойцам по винтовке и по боекомплекту. Не грузимся. Слушаюсь. Вещи, поможешь собрать? Помогу. Мам, на войне кто лечит раненых? Врачи. А ты пойдешь на войну? Пока не знаю. Я не хочу, чтобы ты уходил на войну. Лиза, не будет никакой войны. Вот, смотри, Джульбарс думает, что мы без него уедем. Джулька, ты чего? Цветы поставь туда. Давай, давай. Глаш, а тебе, командир, отдельную машину дал? Зачем тебе все это барахло? Оставь. С ума сошел. В машине места нету. Нужно брать самое необходимое. Вот, на. Знаешь, что это? Креп душин. Понимаешь? Вот, если не понимаешь, просто помоги закрыть чемоданку. Давай, давай, давай. Это все нужно. На. Лыжи? Зачем тебе лыжи? Все. Не повезу никуда. А цветы пусть немцы поливают. Понятно? Посмотри на улицу. Посмотри на улицу. Сейчас не зима. Зачем тебе лыжи? Ты, ты как маленькая. Я и есть маленькая. У меня в детстве одно платье было. Все шитое, перешитое. И ботинки все в дырках. Я потом в школу пошла, а потом... Я же девочка. Я хочу быть красивой. А ты и есть красивая. Самая красивая. Как горносталь. Вещи собирай. Хорошо. Равняйся! Смирно! Плохо. Равняйся! Смирно! Курсант Алексеев. Я! Командир первого отделения. Есть! Курсант Хабаров. Я! Командир второго отделения. Есть! Грузитесь. Первое отделение к погрузке приступить. Второе отделение к погрузке приступить. Бегом, 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 бегом. Ящики сюда, бегом! Живей, 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 ребята! Давай! Ящики сюда, бегом! Киран Ревна, садитесь в машину, в кабину. Ну, вам удобнее будет. Лиза, давай. Давай возьми. Тяжело? Спасибо. Жульбарс, полезай в кузов! Давай! Полезай в кузов. Жульбар! Жульбар, в кузов! Джуля, давай с нами в кабину. Ну, ты хитрюга! Чёрт! Води, садись. А я рядом приседаю. Води, садись. Спасибо. Немцы замыкают кольцо. Им надо со мной. Так безопаснее, ты же понимаешь. Егорыч! Ира Андреевна поедет с Поляковым. Ира Андреевна, унижая шкафа. Во всех, в одессе! Ира, садись, ира! Ира, садись. КОНЕЦ 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 Немцы прорвали оборону на севере и вышли глубоко в тылу. Замкнули кольцо? Не совсем. Остались сбрежи. Шевцов на телефон не отвечает. Видимо, занят эвакуацией. Надо его предупредить, чтобы он на восток не двинул. Давай, бери мою машину и дуй к нему в темпе. И оружие возьми. Есть. КОНЕЦ 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 Взяла лиса, посадила колобка на нос. Потом подбросила, ам, и съела. А из чего колобок знаешь? Из теста. Правильно, из теста. Его запекают. А потом кладят в духовку. И так он появился. Да. Лизонька, как думаешь, мама меня простит? Конечно, простит. Я вот когда балансирую, она меня всегда прощает. Она добрая. Да, добрая. Есть захотелось что-то. Остановимся, поедим. Ты хочешь есть? Хочу. Я сексуаю Какая красота! Собуды никакой войны нету. Белевар совсем как маленький. А дядя Ваня нам его дали для воспитания. Он, наверное, сбежал из какой-то семьи или потерялся. Но он очень умный. А будем пить чай? Мам, это термос. В нем никогда не остывает кипяток. Дядя Паша его из-за границы привез. А это по какому написано? Немецкий. Лиза, иди-ка сюда ко мне. Аккуратно, горячий. Горячо. Маленьким гладким горячим. Держи. Давай я подержу, а ты завержишь. Смотри на меня. Давайте втроем. Давай. А как это я не умею? Смотри. Летел лебедь по синему небу. Читал газету под номером. Один раз, и ты должен убрать руку. А втроем можно играть? Да. Давайте втроем. Давайте втроем. По синему. Небу. Читал. Газета. Под номером. Ну. Десять. Два. Три. Два. Аккуратно. Два. 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 До. Два. Два. КОНЕЦ 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 Спасибо. Я ещё принесу. Кира, прячьтесь. Кира! Кира! Живой! Живой! Вставай! Вставай, ну пожалуйста, ну вставай, вставай, я прошу тебя, вставай, пожалуйста. Иди, можешь идти. Иди, можешь идти. Ну что там? Тяжелое ранение в область пути. Тяжелое ранение. Тяжелое ранение. Лиза, дай, пожалуйста, марлевую повязку. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Тише, тише, тише. Все хорошо, все хорошо. Дай сюда руку, руку дай. Держи крепко, крепко держи. Нужна срочная операция. Ты же его перевязываешь. У меня нет с собой инструментов, мы должны доехать до больницы. Так, убирай лампу, теперь опять держи, давай. Прижать надо, прижать. Лиза, держи вот так крепко, держи, сильно держи. Мама, он не умрет? Конечно, он не умрет. Как же он умрет? Твоя винтовка. Здесь твоя винтовка, здесь. Винтовка. Твоя винтовка здесь. Номочи водой. Воду, воду открывай. Кира, я не могу рисковать. Я в ответе за вашу безопасность. Все хорошо, все хорошо. Ну, мочи, взирай пот. Совсем старый встал. Жара и эта тряска его доконают. Ему и кол поставить надо. Только инструменты и лекарства в другой машине. Яш, останови. Давай пройду. Ему не нужен кол. Я его так вылечу. Герц. Он больше не будет болеть. Он живой. А что ты сделал? А у меня дедушка. Шамана был. Но он лечил людей, зверей. Много-много. Поехали. Спасибо тебе. Где-то все важные точки знал. Куда нажимать. Мы зверей много лечили. Я могу. Но мало что знаю. Могато нас. Герц. Это спец. Все атаки, как раз. Герц. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не довезли. В морг. В морг. Ничего не страшно. Нам не страшно. Нам ничего не страшно. Тихо. Все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА